что приступаем тогда следующей презентации она касается такого специфичного инструмента как иностранные инвестиционные фонды достаточно редкий для россии но в последнее время его спрашивают управляющие достаточно часто потому что наверное много таких бизнесов начинающих в россии когда управляющий набрал какой-то небольшой капитал работает с какими-то первыми доверенными клиентами но для масштаба ему надо усложнить конструкцию сделать и более подстрахованной что ли для себя и для клиентов тогда он обращается в таком инструмент иностранный инвестиционный фонд проблема которая заставляет его рассматривать такой инструмент то что он по факту получается в данный момент управлять деньгами третьих лиц без лицензии инвесторы которые дали деньги на управление часто оформляют это в виде займов либо виде договора доверительного управления при этом инвесторы не берут на себя риски не подписываются в том что они понимают что эта ситуация вообще имеет риски могут быть не только доходы на и убытки и хорошо когда все идет вверх когда есть доход но когда все идет вниз что фондовом рынке ситуация возможная получается управляющий оказывается в ситуации что инвесторы могут использовать вот эти недочеты инструментов для того чтобы обвинить управляющего причинение ущерба и даже в мошенничестве возможно что он принес ущерб этим инвесторам воспользоваться воспользовался их доверием сами инвесторы тоже оказываются незащищенные работой через обычные инструменты потому что фонд как инструмент он позволяет пои или акции которые инвесторы покупают у этого фонд таким образом вкладывая деньги в фонд покупать обратно и инвесторы ну это касается вручить фондов открытого типа дальше посмотрим что это такое они при определенной стратегии фонда когда можно в любой момент давайте в этот фонд в любой момент выйти в это из этого фонда получается что фонд обязан выкупить у инвестора какой-то пакет акций который инвестор предложил к выкупу если инвестор в этот момент понадобились деньги или он не видит перспективы дальнейшем нахождении внутри этой стратегии и так далее и в этом случае инвестор получается более комфортная работа именно с фондом в сравнении чем они работают с обычной компанией или физлицом если речь идет о привлечении новых инвесторов свою стратегию то такой структуре как фонд боль более просто найти новых инвесторов чем обычная компания она выглядит более серьезно у нее эта стратегия может быть задокументирована в инвестиционном меморандуме или проспектусе документе который регистрируется регистрирующим органам при создании этого фонда иногда клиенты используют так называемая про персональные управляемые счета ну например интерактив брокерс предлагает такую возможность когда физлица открывает счета делают настройку что этот счет следует за таким-то таким-то за действиями такого-то управляющего и в результате управляющий принимая решение по своему счету одновременно распространяет это решение о покупке или продаже актива на какое-то количество вот таких последователей совершая всего одну сделку а не несколько вот но количество таких счетов для управляющих без лицензии ограничено обычно это пять или десять и это для какого-то маленького бизнеса подойдет но если надо вырасти привлечь больше количества инвесторов это решение перестает работать тогда вот как раз таки инвестиционный фонд у которого большее количество может быть таких клиентов навеживших деньги до одно из решений ну и тарифы когда клиенты начинают работать как физлицы или обычной компании дают розничные тарифы банки и брокеры а когда они дорастают до какого-то масштаба своего портфеля несколько миллионов даже десятков миллионов долларов у них тарифы уже могут стать более выгодными оптовыми да и профессиональными это тоже часть часть экономики такого проекта инвестиционный фонд который является решением таких ситуациях если сопоставить с этими проблемными зонами то он имеет право на законных основаниях управлять деньгами третьих лиц которые являются или акционерами или держателями паёв такого инвестиционного фонда кстати инвестиционные фонды на западе часто это не в пример российской практике это отдельные юридические лица компании форме лтд где определенным образом структурирован капитал часть акций могут быть голосующими часть acции есть инвестиционными и голосующей акции позволяет принимать решение инвестиционная акция не позволяет принимать решение но позволяет получать доход от того куда этот фонд прод�� сок sólo миссионный фонд легистрироваться в форме партнерш once и الط vlogorde и точно также капитал структурируется на генеральных партнеров и ограниченных партнеров которыми является инвестер при Поэтому инвесторы при подписке на акции или паи таких фондов, они соглашаются с тем, что это несет риски, подписываются под этим и в случае возможных убытков уже не могут предъявить претензии к управляющему. Основания для управления инвестицией в данном случае полностью соответствуют истинному положению дел. Они используют искусственные инструменты, такие как договорозайма. Управляющий более защищен в неблагоприятной ситуации. Инвесторы более защищены в том смысле, что фонд для открытых фондов обязан выкупать, для фонда закрытого типа может выкупать при согласии директоров. Но это все можно прописать в инвест-меморандуме или в соглашениях с инвесторами, каким образом фонд будет действовать, когда инвестору надо выйти из этого фонда. Новых клиентов-инвесторов легче найти по сравнению с обычной компанией. Это усиливается инвест-меморандумом, где описывается одна или несколько стратегий, на чем фонд будет зарабатывать. Инвесторы, по сути, просто присоединяются к этой стратегии, если не согласны, вместо того, чтобы разрабатывать индивидуальную стратегию. Часто фонды требуют присутствия аудитора международного или в юрисдикции международного. Это тоже является неким усилителем надежности этой конструкции. Когда заходит новый инвестор, он знает, что там все цифры проверены и так далее. И трек-рекордс по предыдущей деятельности часто фонды публикуют в специализированных источниках. Например, в Блумберге можно организовать, чтобы там была определенная статистика за предыдущие года. Инвестор, увидев исполнение фондом за последние 2-3 года и определенную доходность, понимает, что это не просто цифры в меморандуме рекламной. Они подтверждены жизнью за последние несколько лет. Количество инвесторов обычно больше у инвестиционного фонда, чем управляемые счета через брокера. Ну и можно найти профессиональные тарифы, что сделает более выгодным управление большими суммами, чем розничными суммами. Получить доступ к так называемым прайм-брокерам, которые помимо оптовых тарифов могут большее количество услуг для профессиональных управляющих предоставить, в том числе кредитование. Ну и Евроклир и другие клиринговые системы позволяют тоже таким инвестиционным фондам иметь доступ к ним. С чем на практике сталкиваемся, пытаясь создать такой полноценный инвестиционный фонд с лицензией? Управление деньгами третьих лиц, как правило, во всех странах требует лицензирования для управляющей компании или управляющего такого инвестиционного фонда. Сама лицензия обычно занимает 6-12 месяцев, требует показывать некоторую квалификацию, которая часто привязана к какой-то стране, западный, как правило, опыт, в который признается данной юрисдикцией. Ранее российский опыт не признавался во многих юрисдикциях в этой области, потому что рынок был молодой, регулирование не соответствовало полной мере тому, что в западных странах происходит, поэтому этого опыта было недостаточно. Ну и на сегодняшний день, когда выдается лицензия в какой-то стране, как правило, это требует наличия в этой стране полноценного офиса с персоналом, и вот этот квалифицированный персонал должен находиться именно в этом офисе. Это все означает значительные расходы на то, что организовать такую лицензию. Ну и главное, конечно, потеря вот этого времени, потому что когда клиент приходит с какой-то своей задачей, у него она есть прямо сейчас, для того, чтобы ее решить, организовать, ждать 6-12 месяцев. Для него эта ситуация неприемлемая, особенно с небольшими капиталами. И по нашему мнению, вот получать полноценную лицензию, наверное, имеет смысл и тратить это время, когда масштабность фонда становится уже такой международной, да, то есть фонд становится таким уже большим игроком со значительными капиталами, тогда, наверное, оправданно и получить эту лицензию, и перевести туда или нанять там специализированный персонал, который будет в этом офисе находиться, где выдана лицензия. В большинстве случаев, в которые к нам клиенты приходят, да, то есть они, как правило, маленькие еще бизнесы, и для них нужны какие-то другие решения. Решения мы находим в исключениях, поскольку в каждой стране есть варианты льготные, когда эта лицензия или не требует присутствия, или относительно легкая для получения, или иногда фонды могут быть самоуправляемые, то есть управляющий может быть директором или генеральным партнером такого фонда, то есть не надо специальной лицензии, то есть он в силу своих функций управляет делами этого фонда. Есть еще нерегулируемые фонды, которые, по сути, как обычные компании, просто с адаптированными уставными документами, и пока они маленькие, ограничены по количеству инвесторов или по количеству подписок, или количеству раундов этих подписок в течение года, они могут быть так называемо на нерегулируемой стороне. Все эти продукты как раз-таки пользуются спросом у таких начинающих, управляющих портфелями доверенных лиц. Здесь на схеме, на следующей проведена структура традиционного фонда, то есть то, что мы создали фонд-компанию фондовую в виде limited, например, компании или в виде партнершип, недостаточно, чтобы фонд существовал. Нужно нанять так называемых функционариев, которые должны быть в связке с этим фондом и выполнять какую-то часть работы. Такими функционариями инвестиционного фонда является, в первую очередь, управляющая компания, которая принимает инвестиционные решения. Есть такая функция администратор, это тоже лицензируемая деятельность, как правило, тем же регулятором, что и управляющей компанией, сам фонд. Она занимается подсчетом net asset value для того, чтобы по этой цене впускать новых инвесторов, которые заходят, по этой же цене выпускать с какой-то периодичностью выходящих инвесторов. Эта функция уже в традиционных больших фондах обязательно присутствует и дополнительно еще является привлекательным фактором для инвесторов, потому что часто в качестве такого администратора выступают брендовые компании, такие как, например, UBS, Citibank, Trident и так далее, чье имя, как участник этого фонда, тоже привлекательно для захода нового инвестора. Следующим функционарием является банк, поскольку инвестор, когда делает свой вклад, он должен куда-то прислать свои деньги, и оттуда уже эти деньги попадают к брокеру, и на них покупаются какие-то инструменты. Но сам банк присутствует в числе вот таких функционалей. Брокер упомянутый, который для фондов часто называется Prime Broker, то есть специальные условия имеет для профессиональных игроков, через него покупаются, продаются какие-то инструменты, куда инвестирует этот фонд. Эти инструменты, эти сделки регистрирует кастодиан или депозитарий, который часто совмещает эту функцию с функцией брокера или банка. Ну и в некоторых юрисдикциях это не обязательно, но в некоторых случаях обязательным является. Присутствует аудитор, иногда он должен быть в этой же юрисдикции, иногда может быть в любой юрисдикции, использующий стандарт отчетности, который нужен для этого фонда. Юрисдикции, где могут быть зарегистрированы фонды, там, как правило, есть специальное законодательство, это законодательство позволяет фондам зарабатывать вот эту маржу от управления инвестициями безналогово. То есть там есть законодательство, похожее на законодательство холдинговых юрисдикций, где вот эта юрисдикция исключается из стандартного налогообложения. Из таких юрисдикций наиболее часто использовались ранее и продолжают использоваться для американского региона Кайманово острова и Британские Виргинские острова, чуть реже Бермудские острова, Багамские острова. В Деловере есть фонды. Из европейских юрисдикций для европейских клиентов наиболее популярные юрисдикции это Люксембург. Вносительно новые игроки это Кипр, Мальта. Есть также законодательство о фондах в Ирландии, Керции, Джерси и острове Мэн. Ну и с недавних пор мы такие запросы на регистрацию фонда и возможность их реализовать получили в Сингапуре, после того, как усложнилось законодательство на Каймановых островах, где было достаточно просто получить упрощенную лицензию. Многие обратили внимание на Сингапур, где нерегулируемые фонды на сегодняшний день позволяют количество инвесторов привлекать неограниченное каким-то числом. То есть их можно использовать для в том числе небольших управляющих с мелкими инвесторами. Внизу этой таблицы приведены некоторые категории этих фондов. Я пару слов о них скажу, чтобы понимать, какие фонды и каких задач подходят. Есть фонды закрытого типа, есть фонды открытого типа. Эта закрытость-открытость означает возможность инвестора в течение срока деятельности фонда до войти в этот фонд или выйти в любой момент. Открытость для такого входа и выхода. И это зависит от того, по какой цене инвестор войдет и выйдет. Если инструменты, куда инвестирует фонд, биржевые, и цена может быть определена в любой момент с какой-то периодичностью. Например, раз в месяц можно такую периодичность установить, поскольку периодичность по счету этого Net Asset Value влияет на дороговизну обслуживания этого фонда. Если инвесторов 10, 20, 30, то, как правило, редко, когда кто-то из них заходит, чаще, чем раз в месяц. Иногда можно сделать даже раз в квартал. Эти фонды открытого типа, они из-за того, что инструменты биржевые, их легко в нужный момент посчитать, они позволяют инвесторам в нужный момент довойти или выйти. В то время как фонды закрытого типа, они могут инвестировать в том числе в некотируемые инструменты, такие как недвижимость или акции некотируемых компаний, по которым невозможно в моменте сказать, сколько их цена, надо привлекать оценщика. Это делает невозможным довойти или выйти в течение деятельности этого фонда для инвесторов. Такие фонды, как правило, собирают пул инвесторов в самом начале под свою инвестиционную стратегию, покупают активы, эти активы вырастают со временем, кто-то из них, может быть, не вырастает, а далее эти активы переходят в деньги. И только в этом случае инвестиционный фонд имеет возможность распределить доход своим инвесторам. Часто срок нахождения внутри этого фонда может быть 5, 6, 10 лет, когда фонд полностью рассчитается с инвесторами, распродаст все выросшие активы. Публичные и частные инвестиционные фонды связаны с тем, каким образом фонд предлагает свои акции инвесторам и рекламируется. То есть может ли любой инвестор купить и увидеть рекламу, или это делается путем частных объявлений индивидуальных, не рекламируясь публично. Как правило, частные фонды имеют льготную возможность получить лицензию, а профессиональные, публичные фонды, как правило, всегда имеют полноценную лицензию. Ну и профессиональные инвестиционные фонды, когда инвестор является профучастником, то, как российское законодательство определяет, в случае с западными структурами, там критерии похожие, должен быть минимальный размер инвестиций, который часто, например, на BVI или на Каймановых островах, начинается от 100 тысяч долларов. И определяется размер активов, которыми владеет инвестор, чтобы этот инвестор, там это установлено на уровне 1 миллион долларов, инвестор должен быть опытным, что ли, в инвестициях, он должен понимать, что такое риски, и регулятор в этом смысле, не так сильно присматривается за такими фондами, потому что там управляющий, он вряд ли ведет в заблуждение инвестора, который сам разбирается в инвестициях. Поэтому вот эти категории фондов могут соответствовать то ли другой стратегии клиента. В первую очередь по направлению, какие активы он использует для инвестирования. Здесь приведена дальше таблица, которая поможет определиться с продуктом. Для этого клиенту обычно задаются такие вопросы, чтобы понять, какой фонд решит его задачу. Я эти вопросы перечислил. Наиболее важные из них отмечены цифрами. Это в первую очередь, в какие инструменты фонд будет инвестировать. Биржевые инструменты, прямые инвестиции, недвижимость, в какой именно стране. От этого зависит, может ли фонд быть фондом открытого типа, или фондом закрытого типа. Иногда, если это прямые инвестиции или недвижимость, еще фонду нужно задействовать соглашение об избежании двойного налогового вложения, чтобы вывести доход из этой страны с минимальными потерями. И для этого либо страна выбирается, имеющая такие соглашения, например, с Россией, или фонд создает специальный инструмент, SPV, через который в эту страну идет инвестиция. Дальше смотрится, как много инвесторов, потому что легкие фонды с легкой лицензией, как правило, имеют ограничение на количество инвесторов. Например, на BVI, инкубатор фонд и аппруфт фонд, две такие формы фондов для стартапов, они имеют ограничение 20 инвесторов. Если у вас большее количество инвесторов, вы должны перерегистрироваться в более тяжеловесный фонд. Такое же количество имеет примерно Люксембург для нерегулируемых фондов. Важно понять, какой минимальный размер вкладов одного инвестора. Если это розничный инвестор с минимальным вкладом, то, скорее всего, он для таких легких фондов с минимальной лицензией не подойдет. То есть это должно быть, скорее всего, небольшое количество, но крупных инвесторов. Это влияет на выбор инструмента. Важно, кто инвесторы, физлица, юрлица, опытные инвесторы, из какой страны, для того, чтобы понимать, понадобится ли задействовать налоговое соглашение, фонд упрощенный или полноценный, ну и так далее. Размер капитала фонда на первый, на второй год. Так как от размера капитала строится комиссия за управление, то это позволяет предположить, будет ли этот инструмент вообще, будет ли он решать клиентскую задачу, потому что клиент заказывает фонд для того, чтобы потенциал роста увеличить своего бизнеса к управлению и для того, чтобы настроить более комфортные отношения с инвесторами и найти новых инвесторов. Поэтому это все оправдано, когда маржа, которую зарабатывает управляющий, считается, во-первых, растет за счет этого, и ее достаточно, чтобы покрыть расходы на создание и поддержание такого фонда, который в случае с традиционными фондами может достигать 50-100 тысяч долларов в год и выше, и для фонда с капиталом 1-2-3 миллиона эта сумма оказывается непомерно высокой, то есть они за счет дохода не покрывают эти расходы. Уже для капитала, начиная от миллионов от 10-20, это становится приемлемо. Надо посмотреть, как строится доходность этой инвестиции, чтобы это все проверить, посчитать, как строится вознаграждение управляющей компании, ну и это все подтверждает, если инструмент подходит для такого масштаба бизнеса, то тогда клиент его рассматривает и может его заказать. Относительно недавно появилась возможность в один фонд включать несколько стратегий. Раньше для каждой стратегии инвестирования создавался отдельный фонд, что еще более удораживало этот инструмент. Сейчас можно один фонд создать под несколько стратегий, разделив капитал внутри фонда, который не смешивается. То есть получается, что инвесторы внутри компании имеют капитал категории А, капитал категории Б, инвестируют в разные по риску инструменты. Если что-то случается неблагоприятное с инвесторами капитала категории А, то они не покрывают вот эти убытки за счет инвесторов капитала категории Б. Каждый пул клиентов работает внутри своего капитала, не пересекается. Это нужно уточнить у клиента. Ну и как часто клиент планирует считать Net Asset Valid, для того, чтобы понимать этот фонд открытого-закрытого типа, нужно ли привлекать администратора, или это будет считать директор внутри фонда, и сколько будет бюджет в итоге, включая бюджет на администратора всего этого проекта. Так, про Сингапур особенно интересно, можно подробнее рассказать. Ну, в двух словах, если только. То есть то, что нам интересно, это то, что не лицензируется. Там можно в Сингапуре создать партнерство, которое очень похоже на британские формы партнерства. Там есть такая форма LLP, Limited Mobility Partnership, или LP, Limited Partnership. Одна из них – это партнерство, которое является юрлицом, и все партнеры имеют ограниченную ответственность. В этом смысле она очень сильно похожа на обычную компанию. Другое партнерство смешанное. Там есть генеральный партнер и партнеры-инвесторы, ограниченные партнеры. И генеральный партнер управляет делами такого партнера, что инвесторы доверяют генеральному партнеру управлять их деньгами. Должна быть привязка к Сингапуру. Каким-то образом, в случае со смешанным партнерством, самим партнером является отдельная сингапурская компания генеральная, в которой директор – сингапурец. В случае с LLP все партнеры равноценны в ней. Там можно принять решение и предоставить одному из этих партнеров по сути быть аналогом генерального партнера, там это называется менеджер-партнер. И такой привязкой является нанятый менеджер в этом LLP, который тоже в этом случае является сингапурцем. Это особенность законодательства, потому что налоговые власти считают, что должен быть кто-то местный, с кого можно спросить, за отчетность, за налоги и за деятельность вне территории. Поскольку в Сингапуре территориальный принцип налогообложения, и одна и та же компания может платить налоги, если работает внутри территории, может не платить, если работает вне территории. Одиннадцатый вопрос. Какие пороги для входа у инвестфондов ниже, чем у private bankira? Но для профессиональных инвесторов, если мы, допустим, создаем инкубатор фонд, на BVI есть такой фонд, там минимальный порог 20 тысяч. Если мы создаем аппруфт фонд, этого минимального порога нет. Там количество инвесторов ограничено, но для другого не более 20. Порог с точки зрения оправданности создавать именно фонд, если это имеется в виду, то для капитала 500 тысяч, то есть это надо посчитать, какой размер комиссии с капиталом. Потому что некоторые управляющие, мы встречали, которые работают на криптовалютном рынке, они договариваются с клиентами, что забирают аж 50% маржи от того, что они заработали. То есть это высокая комиссия. Традиционные фонды, они забирают ежегодно 2 или 1% за управление, даже низкорискованных инструментов, такие как Treasury Bonds, и 20% за так называемый Success Fee, если уровень доходности фонда превысит какие-то показатели, которые декларируются клиентам. И если посчитать от размера портфеля под управлением, вот эти комиссии, посмотреть, хватит ли это, чтобы, например, минимальный из фондов позволить себе содержать, то окажется, что можно начинать думать о создании фонда с правильной выстроенной комиссией для размера 2-3-4 миллиона долларов. Наверное, для меньшей суммы это сложно, а вот начиная с этих величин, ну, лучше с 5 даже. Уже инвестиционный фонд может быть подходящим инструментом для того, чтобы улучшить отношения с клиентами. Вот наш любимый вопрос, помогаем ли мы с регистрацией фондов? Все, о чем мы сегодня рассказываем, мы во всем этом помогаем. Володь, да? Да, у нас за нашу историю есть практика создания нескольких фондов. Мы имели отношение к юрисдикциям, BVI и Кайманово острова больше всего в начале нашего пути в последнее время больше спрашивают в Люксембург, и там у нас тоже есть практика последних 3-4 лет, наверное. И новый продукт Сингапур. Сейчас мы в процессе создания этого продукта. У нас есть уже несколько клиентов, которые ждут, когда он выйдет. Я надеюсь, что в ближайший месяц можно будет поинтересоваться, если эти продукты у нас запустятся. Продолжение следует...